Вадим Андреевич Вадим Андреевич, у меня к вам вопрос, который вы слышали очень часто. Помните ли первое свое дерево или как вообще происходила эта первая высадка? Когда это было? О, это было очень давно. Первое дерево посадило тогда, когда еще половины человечества на земле не было. Это в 1942 году. То есть это военные годы? Это были военные годы. Я в то время жил в Москве. Это 150 километров на восток от Москвы. Пришел я в школу на занятия. Она, преподаватель, говорит, ребята, сегодня у нас не будет занятия. Пойдем в лесничество. Нас туда пригласили помочь, что-то делать. Ну, мы пришли туда и нам сказали, что будем сажать деревья. И мы сажали деревья, собственно. Ну, после окончания работ, ну, как обычно, полдня, где-то, как занятия в школу, пришел я домой, говорю родителям, так и так, у нас занятия не было. Отец спрашивает, почему? Я говорю, деревья сажали. И он произнес такие карлатые слова. Они мне врезались на всю жизнь. О, значит, мы войну не проиграем. Коль наше правительство думает не только о фронте, но и о посадке деревьев. Да, на самом деле, это еще 42-й год был. Вот мое первое посаженное дерево. Спустя много лет я проезжал по той местности. Там уже такие стоят корабельные сосны. Действительно, на самом деле, крылатые слова. И с того момента пошло всю свою сознательную жизнь. Я где-то там-то, 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 где бы я ни был, везде сажаю деревья. Это мое, как говорят, и хобби. Хобби, да. А если говорить о Николаеве, в каком году вы переехали в Николаев? В Николаев я приехал в 79-м году. Это по работе было? По приглашению на глиноземный завод. И, как вы рассказывали в одном из интервью, что в 80-х уже начали высаживать деревья в Николаеве. Да, первое дерево Николаев посадил в 80-м году. То есть год акклиматизации, отдохнули, собрали деревья, саженцы. Да, в 80-м году. Ну, я предлагаю... Коммунистический, как говорят, ленинский коммунистический субботник. Вот так. Активный участник. Человек так заразился этой идеей, что до сегодняшнего дня высаживает это все. Я хотел бы еще акцентировать внимание на вот такой журнал. Это том-3, как написано, да? Называется он «Что, где, когда». Как легендарная программа, практически. Всю жизнь я сажал, сажал деревья, но без всякого учета. А вот когда вышел на пенсию в 97-м году, в 98-м году начал активно заниматься посадкой. Завел вот такие журналы. Они назывались меня «Что, где, когда». Что посадил, где посадил, когда посадил. И вот учет. И вот в этом году исполняется 20 лет, как я веду вот этот учет. 20 лет и красивая сумма к этому подходит, да? Уже деревья. Да. 20, практически уже 20 тысяч. Юбилейное количество. 20 тысяч. Я хочу сейчас с нашим Николаевцем вот показать тем, кто нас сейчас смотрит, друзья. Вот идет учет, все официально. И уже на сегодняшний день, точнее в прошлом году, да? Это было число 19 766 деревьев. Да. И в этом году уже за весну посадили где-то 2,5 сотни. И вот реально суммы, которые шокируют. И вот как вы видите, прописано что, где, когда, при каких условиях. Но интереснее всего, как вы занимаетесь этой высадкой? Где вы берете саженцы? И, соответственно, как выбираете эту местность, куда будете садить? Кому посчастливилось иметь ваши уже деревья? Ну, я живу в Корабельном районе и в основном занимаюсь посадками там. Но иногда и в городе, и в городе есть мои посадки. А по поводу вот саженцев вы... А саженцы так. У меня посадочный сезон почти круглогодичный, будем так говорить. У вас такой личный искусство. Кроме зимней, когда земля скована морозом. В весеннее время, как сейчас, да? Я выкапываю поросль различную, да? Где-то. И тут же сажаю. Это весной и осенью. А летом, летом я высаживаю и выращиваю на даче, у себя, в пластиковых бутылках. У нас, кстати, есть несколько фотографий. И в летние месяцы я высаживаю. Это так называемый контейнерный способ посадки. Из пластиковых бутылок. Вот сейчас Николай Альцин, что тоже видят, как это все происходит. Как видим, огромное количество деревьев. Что это за деревья? Есть ли любимые сорта, возможно, какие-то? Ну, те, которые я высаживаю где-то, выкапываю, сажаю. Это вязы, ясени. Вот это основные. А выращиваю катальпа, орех, каштан. То есть основные, то, что мы видим в городе, да? Я так понимаю, что... Гибискус, кустарник цветущий. Судя по количеству фотографий, которые сейчас мы просматриваем и видят это наши телезрители, то я так понимаю, что в городе уже практически все ваши деревья. И учитывая количество 20 тысяч. Практически круглый год вы садите деревья. Как происходит посадка? Есть у вас помощница, как вы, кравчучка, да? С которой вы активно ездите, воду вы сами тоже возите. То есть у вас еще и полив деревьев. Да, сажаю, ухаживаю, поливаю. То есть это все на чистом энтузиазме, все из дома? Посадить дерево, это 5, ну от силы 10 процентов трудозатрат. Главное это поливы. А поливаете потом еще летом поливаете деревья или как? Ну вот, например, при весенней посадке сажаешь и нужно поливать. Я предпочитаю заниматься осенними посадками больше. Осенью дерево сажаешь, поливать не надо. Потому что впереди будут дожди, снег. Самое главное, что это все... А в летние месяцы, бывает дерево за летний сезон надо полить, ну, 3-4 раза, не меньше. Самое главное, что это все происходит на полном энтузиазме, но вместе с тем... Только так, да. Да, но вместе с тем приятно осознавать, что город все-таки уже начинает знать своего героя. Вчера вы участвовали в высадке вместе с нашими японскими друзьями. Да, пригласили. Да, пригласили высаживать сакуры. Вы тоже их высаживали вместе с мэром города. Как вам этот процесс? С японцами успели познакомиться? Ну, познакомился, да. А он мне так что-то говорил, я... Сложно разобрать, да. Также еще хотелось бы сказать, что город в 2012 году, по результатам экспертного опроса лидера в общественном мнении города Николаева, вы признаны горожанином года 2012 года. В номинации «Я люблю этот город». И я думаю, что это вполне справедливо, потому что найти человека, который бы занимался такое долгое время озеленением города, либо вообще общественной деятельностью для этого города, очень сложно. Вам за это большое спасибо, потому что действительно благодаря вам дышим свежим воздухом. И чем больше было бы таких людей, наверное, было бы жить проще и легче. Да, мне иногда задают вопросы. Вадим Андреевич, а зачем тебе это надо? Ты вот сажаешь много, труда сколько вкладываешь в это. Деревья бывают, вырывают, уничтожают, ломают. К чему это? А я отвечаю, отвечаю так. Ну, во-первых, я люблю природу, люблю деревья особенно. Они приносят большую пользу. То-то, 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 то-то. Но главное-то в том, что деревья участвуют в удержании климата на земле. Ведь что является пищей для дерева? Пищей для дерева является углерод, который содержится в углекислом газе. Что мы выбрасываем в атмосферу, сжигая топливо. За последние годы, за последние годы, человечество выбрасывает углекислого газа в атмосферу столько, что растительный мир не справляется с утилизацией углерода из этого углекислого газа. Избыток углекислого газа в атмосфере приводит к тепличному эффекту. Что это такое? От Солнца мы поступаем, Земля получает энергию. И для удержания постоянной температуры на Земле, нужно, чтобы и Земля отдавала в космос точно такое же количество тепловой энергии. Чтобы был баланс, да, тепловой энергии. Поэтому на Земле температура удерживается постоянная. А за последние 100-150 лет, особенно последние годы, температура на Земле растет. Наука стала разбираться, какая причина. От Солнца Земля получает тепла примерно постоянно одинаковое количество, а температура на Земле растет. Парниковый эффект. Избыток углекислого газа в атмосфере препятствует оттоку тепла от Земли в космос. Поэтому температура на Земле растет. У меня к вам еще... Вот за последние годы возрастал на 1 градус. Вот иногда в беседе с людьми температура на 1 градус поднялась. О, подумаешь на 1 градус. А я говорю, если человек, человеческое тело повышает температуру на 1 градус, как себя человек чувствует, когда 36,6 и добавить 1 градус, 37, человек, значит, больной. А на Земле средняя годовая температура 15 градусов и 1 градус для Земли повышение. Это... Тоже очень болезненное состояние. У меня еще к вам вопрос такой родился. Во время вот вашего рассказа, какое у вас образование? Это вы обучались этому специально? Какие деревья высаживать, как высаживать? Или это вот чисто хуже? Я не обучался этому делу. Я по профессии энергетик. 50 лет работал на электростанциях. 50 лет тысячи кубометров, не кубометров, а том выбрасывал бяки всякой в атмосферу, углекислого газа. А теперь как бы занялась реабилитацией. Реабилитация, обратный процесс. Потому что растительный мир является утилизатором углерода. Пищей для растительного мира, для деревьев является углерод. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Я думаю, что от всех николаевцев сейчас скажу эти слова, потому что удивляешься вашей жизненной мудрости, вашему оптимизму, тому, что вы умеете делать без ничего, по сути. Не надо вам ничья помощь. Вы можете все сами, все это делаете сами. Я всегда обращаюсь с тем, с кем веду беседу. Люди, давайте увеличим посадки деревьев. Тем более сейчас веселее. Это спасает нашу планету от глобального потепления. У нас только два направления для того, чтобы прекратить дальнейшее повышение температуры на земле. Это уменьшать выброс, то есть полить меньше, сжигать меньше топлива и сажать больше деревьев. А у нас растительный мир на земле сейчас уменьшается. Ведь за последние 50 лет количество лесов на земле уменьшилось в два раза. Мы готовы сейчас уничтожать растительный мир, а воспроизводство у нас отстает. Поэтому я обращаюсь ко всем. Люди, давайте сажать деревья. Восполнять растительный мир на земле. Да, озеленять наш город, ну и конечно же всю планету. Вам спасибо большое за ваш оптимизм. Приятно с вами было пообщаться, познакомиться лично. Друзья, берем пример, тем более, что сейчас весенний сезон, у всех есть возможность посадить деревья. Можно не только на улицах города, но хотя бы на своем участке, тем самым помогая экологии и нашей земле. Спасибо вам большое. И нагадую еще раз, что у нас сегодня в гостях был Вадим Андреевич Серцев. Людина, яка высадивает деревья уже продолжает 20 лет. И этого года уже рекордная количество 20 тысяч деревьев.